Ребят, всем привет, доброе утречко. Отвезла только что Янчика в школу, потому что мы сегодня с Андреем проспали его отправить на подвозке. Проснулись за 10 минут до того, как подвозка обычно подъезжает. Естественно, это был не вариант собрать, разбудить и собрать ребенка и отварить его. В общем, поэтому я его сегодня сама отвезла. И сейчас поеду на работу. До сих пор езжу на работу, отрабатываю. У меня еще осталось чуть больше месяца. Но ничего страшного, потому что там будет очень много праздников в следующем месяце. Так что я даже не особо-то это и почувствую. Это такой, знаете, полурабочий месяц у нас в ЭПСах и там День независимости. В общем, очень много будет выходных. Хотела я вам пожаловаться. Раскиряла я все свои солнечные очки. У меня есть такая привычка терять солнечные очки. И я с этим уже смирилась, я их постоянно теряю, поэтому обычно у меня их достаточно много. Но в какой-то момент я поняла, что я не знаю, где их хоть одна пара солнечных очков. И, в общем, я осталась без солнечных очков. Мне без них очень сложно. В Израиле очень сильное солнце. И прямо оно очень-очень яркое. У меня глаза очень чувствительные. И поэтому я без солнечных очков. Ну, прям не очень-очень тяжело. Я прям очень щурюсь. Я даже в теньке иногда очень щурюсь. В общем, заказала я себе очки Сасаса, потому что туда они достаточно быстро обычно приходят. Там в течение недели они были у меня. К тому же погода была еще такая, знаете, не солнечно-дождливая. Ну, думаю, ладно, потерплю. Ехать в магазин в последнее время у меня не особо было время. Поэтому, в общем, решила я Сасаса заказать, чтобы наверняка. И что бы вы думали, прошло уже, наверное, недели три. И моих очков до сих пор нет. И я прекрасно знаю, что они две недели уже находятся в Израиле. Просто местная почтовая служба, которая их рассылает, я думаю, что она их просто потеряла. Вчера я получила, наконец-то, сообщение, что моя посылка дошла до места назначения. Я туда поехала, а там ее нет. Буду сегодня, конечно, им прозванивать, дозваниваться, узнать, где моя посылка, и когда они, блин, ее доставят. Но, учитывая то, что, как иногда в Израиле работают все эти недочеты, это может быть очень много времени занять. Ребятки, вышла тут посидеть на балкончике с видом на лес. Буду скучать по этому балкону однозначно. Хотя в последнее время я сюда мало ходила, не с кем было. Хотела я рассказать вам, почему я уволилась, потому что столько было вопросов. Я, честно говоря, даже не ожидала, что было столько вопросов, почему я уволилась. Ведь здесь мне так хорошо, вроде как я была в восторге от этого места, зачем я увольняюсь и так далее и тому подобное. Хотя мне казалось, что я вроде как ответила в прошлом видео на вопрос, почему я уволилась. Я сказала, что пришло время уволиться, и, в принципе, это основная причина, почему я уволилась. Конечно, на самом деле причин достаточно много. Было достаточно много причин остаться, и было достаточно много причин уволиться. Но основная причина заключается в том, что просто я уже здесь слишком много времени, я уже здесь перестала чему-то учиться, я уже знаю свою работу наизусть, можно сказать. Я её с закрытыми глазами делаю, и мне, по сути, стало скучно. Поэтому я решила уйти чем-то другим заняться. И чем я решила заняться? Я решила хотя бы несколько месяцев уделить себе и уделить блогу. Вот, если мне в какой-то момент получится, вот за эти несколько месяцев, которые я буду не работать, если мне получится выйти на нормальный заработок с блога, то я, в общем-то, и не буду дальше выходить на работу. Да, я вот сейчас только что закончила учиться на веб-дизайнера, но я не хочу начинать пока работу по этой профессии. И не уверена, что я вообще хочу в этой сфере работать. Мне, конечно, всё понравилось, там всё классно, но по факту, если я там начну работать, то я буду, по сути, новичком. Вот, мне придётся всему заново учиться. Конечно, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, мне очень хочется начинать путь с самого нуля. В общем, другую работу я не ищу, я буду заниматься блогом. Ушла я с работы с этой, потому что, ну, опять же, лучше, я не знаю, как лучше это сказать, кроме того, чтобы пришло время уйти с этой работы. Причём, знаете, лучше уходить с работы, когда всё хорошо, а не когда всё плохо. Когда всё хорошо, ты уходишь со спокойной душой, ты всегда знаешь, что ты можешь в любой момент вернуться. Это твой, так сказать, запасной вариант всегда останется, потому что я ухожу максимально хорошо, в максимально хорошее время для меня. То есть, когда у меня всё получается на работе, когда я нахожусь очень устойчиво на работе, я прекрасно понимаю, что если я захочу сюда вернуться, то, в принципе, у меня не будет никаких проблем сюда вернуться. Когда ты уходишь плохо, то, ну, ты уходишь плохо. Вот, ещё плюс ко всему, когда ты уходишь хорошо, ты намного больше стоишь, как профессионал. Может быть, для меня сейчас это не особо актуально, потому что я не собираюсь продолжать работать в этой сфере, в другой фирме, но по факту это так. Вот, было, конечно, много и других причин, но на самом деле, знаете, вот все вот эти вот маленькие другие причины, они вытекают из этой одной большой причины. И когда ты уже принял решение что-то сделать, вот я приняла решение уходить с работы, естественно, я уже начала и дальше находить другие причины, почему мне стоит отсюда уйти. И некоторые вещи, которые мне раньше там абсолютно не мешали, потому что нет идеальных мест работы, как вы знаете. Вот раньше мне эти вещи не мешали, но когда я приняла решение, что нужно уходить, эти мне вещи начали мешать очень сильно. Вот, и решение я это приняла достаточно давно, что мне нужно уходить. Ну вот в тот момент, когда я поняла, что я уже по сути на работе у меня начало происходить одно и то же, я перестала чему-то учиться, я перестала как-то развиваться в работе. Произошло это где-то два года назад, еще год я где-то, ну, более или менее вот в таком положении была, и вот год назад я начала учиться, я начала прощупывать разные варианты, что я могу делать, уходить мне в другую фирму и быть дизайнером одежды. Но я прекрасно понимаю, что в Дельте одни из самых лучших условий для дизайнеров в Израиле, и я просто меня шила на мыло. Вот. Начала учиться, начала продумывать этот вариант, что если я уйду из Дельты, я получу какую-то новую профессию и буду что-то новенькое делать. Быть дизайнером, но уже в хай-теке. Ну, в конечном итоге, когда у меня учеба начала подходить к концу, я поняла, что блок мой – это та душа, на которой уже со мной много лет, и мне это нравится делать. В последнее время я как-то начала видеть очень большой потенциал в этом, который я раньше не видела. Вот. И я поэтому решила, что все-таки, наверное, я попробую все свои силы отдать блогу, попробую его хорошенько развить и начать зарабатывать на нем нормальные деньги. Сейчас, конечно, деньги, которые я зарабатываю на блоге, они, ну, мизерные. Ну, может быть, там тысяча-две в месяц выходит. Ну, опять же, я блогом занимаюсь, вот зарабатывая две тысячи шекелей в месяц, я занимаюсь блогом раз в неделю, да, два раза в неделю в лучшем случае, то есть в свои выходные какие-то, когда у меня время есть, когда у меня настроение есть. А если я этому посвящу много времени, пять дней в неделю, буду к этому относиться не как к хобби, а как к работе, то я вижу в этом потенциал, что у меня зарплата, зарплата, да, мой заработок может быть, ну, хотя бы более или менее приличный, приближенный, хотя бы хоть как-то к тому, что я сейчас зарабатываю. И, опять же, если заниматься блогом постоянно, то и заработки будут расти, ну, как мне кажется, да. Я на это очень надеюсь. Поэтому, может быть, даже получится выйти на приличный заработок в конечном итоге. У меня будет несколько месяцев дома. Финансовая сторона вопроса у меня с этим все нормально, потому что у меня будет выходное пособие очень хорошее. Так что все будет хорошо. Несколько месяцев, хорошие несколько месяцев я смогу прожить, не работая. Вот. Вот какие дела. Плюс пособия по безработице никто не отменял. Конечно, я не уверена, что у меня получится получать пособие по безработице с первого месяца. Ну, даже если не получится, ничего страшного. Я вам честно скажу, вот я, может быть, сейчас рассказываю, что у меня так все хорошо, замечательно, я ничего не боюсь, и вообще все гладко и замечательно. Но на самом деле, конечно, меня терзает очень много страхов. Я переживаю, я буду скучать по этому месту, потому что как-то не крути там с тем, что вот я вам сказала, почему я собираюсь отсюда уходить. Все равно я люблю это место, я люблю людей, которые здесь работают, я люблю условия, в которых я работаю. Я буду по этому месту скучать. Это, знаете, на какое-то время потеря стабильности, а стабильность я очень ценила в этом месте. И у меня очень-очень много страхов, очень много сомнений, но я прекрасно понимаю, что нужно сделать этот шаг, потому что можно, конечно, ничего не делать и оставаться, грубо говоря, в своем болоте, даже если это болото очень хорошее. Но если ты будешь оставаться в этом болоте, то ты дальше никуда не продвинешься. Я бы хотела продвигаться, я бы хотела развиваться творчески, развиваться в финансовом плане. Может быть, сейчас у меня немножечко, ну как бы упадет мой доход. Может быть, не немножечко упадет, но если не попробовать двигаться, да, то точно ничего не получится. Опять же, в любом случае у меня есть. Я всегда себя успокаиваю, когда меня одолевают страхи. Я всегда себе говорю, что у меня есть вариант вернуться в Дельту всегда. У меня есть вариант пойти работать веб-дизайнером, потому что, ну, я себе сделала очень хорошее портфолио, у меня большой опыт вообще в целом в дизайне. Конечно, я понимаю, если я пойду работать веб-дизайн, то я буду там джуниором, но джуниором плюс, да, потому что у меня все-таки есть большой опыт работы в целом в дизайне. Вот. Вот такие дела. Длинное видео у меня получилось. На самом деле, я собираюсь снять отдельное видео на канал жизни в Израиле, где я на эту тему еще порассуждаю. Вот. Ну, а пока вот вам рассказала основные такие моменты. Поделилась с вами моими мыслями. Блин, сегодня такая погода хорошая. Не жарко, не холодно. Я в халатике на работе нахожусь. Ну, вот подумайте, в каком месте работы я еще смогу ходить в халате по офису. В дельте точно могу и в домашних тапочках иногда хожу. Вот. Вечером, кстати, у нас... Сейчас я поеду домой, пораньше сегодня выйду. Вечером мы с Андреем и с Яном поедем очень далеко, потому что нас пригласили на барбекю пати. Там будет много вкусной еды. И, конечно же, ну, поесть мы с Андреем не дураки, мы это дело любим. Поэтому мы обязательно туда поедем, раз пригласили. Хотя ехать, конечно, очень-очень далеко. Где-то час от Хариши, если не больше. Вот. И еще надо будет приехать к 7 часам. Это самые пробки, хотя буду, в принципе, ехать против пробок, но все равно, мне кажется, где-то я пару пробочек как-то точно схвачу. Поэтому поеду сегодня домой пораньше, приведу себя в порядок, немножко отдохну и к 7 часам поедем кушать вкусняшки. А я уже в Хариша. Иду получать свою посылку с Асоса во второй раз. Сейчас пришло сообщение, что она пришла уже вообще на другой адрес. Посмотрим. Ну что, ребят, спустя 3 недели после заказа, а для Асоса это очень много, и спустя 2 недели после того, как посылка приехала в Израиль, я ее наконец-то получила. Мои очочки. Мои очочки. Сейчас еще по дороге зайду. Фруктики возьму, потому что здесь есть очень классный магазин фруктов. Там всегда большой выбор. Хорошие, свежие фрукты. Правда, дорого. Так, ну что, ребят, взяла я клубничку, взяла еще бананы. На самом деле, в этом магазине я обычно много беру, но просто самой тащить мне это все дело неохота, если бы я много взяла фруктов. А когда мы берем много, прямо много берем, ящиками их выносим, потому что мы фруктоеды. Давайте уже посмотрим, что мне тут пришло. Мои очочки, наконец-то! Очочки, очочки. Сколько я очков заказала? Раз, два. А, ну да, двое очков и еще цепочки, чтобы их не терять и носить. Знаете, как бабушки носят. Решила себе такую штучку заказать, потому что, ну, вечно я не знаю, куда их одеть, я их на голову поднимаю, сумку кидаю. Может быть, хотя бы не так часто буду терять, если они у меня будут висеть на шее. Так, давайте посмотрим очочки. Одни такие зелененькие. Какие очки. Прикольные. Мне нравятся. И вторые. Эти, кстати, были очень дешевые, а это что-то подороже, мне кажется, я взяла. Не помню, сколько они стоили, но они не из самых дешевых, это точно. Вот такие вот фиолетовые. Оу. На таком чехольчике пришли, видите? Вот. Обычно я дорогие очки не беру. Ну, как дорогие, знаете, ну, может, они 50 долларов стоили. Не сильно дорогие, знаете, ни 200, ни 300 долларов. Вот. Обычно я беру себе дешевые очочки. Так, а как это вешается? Как эти бабульки на очочки вешаются? Куда их цеплять? Опа! Ну, все. Считайте, Андрей надо внаржать будет неделю. И будет бабкой называться. Ну, это, конечно, жесть. Большая цепочка. Не просто так. Зато, видите, как можно сделать, и они не потеряются. Ну, по крайней мере, потеряются, но не так быстро. В общем, ладно, поехала я домой. Хочу привести себя в порядок, немножко отдохнуть. Скоро Янчик вернется. Приехали мы с Янчиком в Нитане. Он там мультики с моей смотрит. С моей смотрит. Приехали мы в Нитане, чтобы забрать Андрея и поехать вместе на вечеринку. Но он еще до всех пор не закончил работать. И мы сидим, его ждем. Приедем, наверное, с опозданием, но ничего не поделаешь. Так, ребят, мы приехали. Уставшие, опоздали на целый час. Сочнее, да? Ну, мы по запаху приехали. Ура! Привет! Маленький кусочек мяса. Очень маленький. Андрей, как тебе? Классно. Светлой поднять повыше. Шедевральный кусок мяса. Видите, он желирует. Вообще обалдеть. Мы такие голодные еще приехали. Вообще, мы тут бегаем, дегустируем мясо. Офигенно вкусно. Нас, кстати, сюда пригласили. Блогер инстаграмный из достаточно большой аудитории. Как это сказать? Фудблогер, барбекю блогер. А у Яна тут своя атмосфера. Только Яна, осторожней, пожалуйста. Ну смотри. Нас сюда пригласили барбекю-блогер. У него очень крутые видео, как готовить мясо. Там барбекю, стейки и все такое. Но и мы вообще в теме этой. Мы это все дело очень любим, поэтому я просто не могла отказаться. И мясо, конечно, очень вкусное. Таша, мы начали? Да, начали. Я очень хотела бы с вами познакомиться, потому что моя жизнь в Израиле начала с ваших видео. Ничего себе. Потому что когда я жила в Англии, в Италии, и когда готовилась к переезду, я вообще не знала, за что зацепиться. И вот эти видео про то, как в Израиле все устроено, они мне правда очень помогли. Я очень рада. Я очень рада тоже, да. И теперь даже преподаю иврит. О, я видела твои видео про иврит. Да, да, я не являюсь преподавателем иврит, я просто решила, что мне нужно изучать иврит, и решила как бы делать это вместе с подписчиками. В общем-то, так все и закрутилось. Здорово. Да, здорово. Классно. Очень приятно. Вот так вот. А я, между прочим, английский учил, и в Ютебах ковырялся, и тебя тоже видел. Ну да, английский это как бы мой основной бизнес, основная моя работа. Но то, что израильничался здесь, и потом я, и потом только у меня этот пазл сложился. Мы же в одной стране. Здорово. Мне кажется, не знаю, я все видосы, которые сам вот это раннее особенно, вообще все пересмотрела. О, какая красота. Интересный цвет у них, вот именно место. Ну что, ребят, мы будем ехать домой уже 10 часов вечера, а нам еще где-то, у меня вот язык заплетается, где-то целый час ехать домой. Со всеми попрощались, Андрюшка тоже со всеми прощается сейчас, перезнакомился со всеми. Андрей, мне кажется, тут знает больше, чем меня. Не знаю, почему, но его альтер-эго Клавдия очень знаменит, оказывается. Все, мы едем домой, нам ехать час. Но Андрей сказал, что это обидно, что нам ехать час, потому что сюда мы ехали два часа. Ну ладно, было вкусно, было весело, познакомилась с людьми. Вот. Может быть, даже можно сказать, завела интересные, полезные контакты, что мне нужно сейчас для моего будущего, для моей будущей блогерской работы. Они просто блог, они просто хобби, ну хватит меня пародировать, я сегодня могу фразу произнести, потому что у меня язык заплетается. Короче, едем. Ну что, ребят, приехали мы домой, уставший, просто капец. Я из последних сил вышла с виски погулять, но долго, конечно, гулять не будем, сейчас он сделает все свои дела и пойдем домой. И вырублюсь я, наверное, сегодня за секунду. Капец, устала. Но, хотя дорога обратная была намного проще, чем дорога туда. Во-первых, короче, во-вторых, без пробок, а в-третьих, мы были сытые и довольны. Вот. Поэтому все было не так плохо. Так, как мы ехали туда, потому что дорога туда была, конечно, очень сложной, долгой, с пробками. В общем, ладно, ребят, сегодня буду с вами прощаться, и всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.